Добрый вечер. Новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. И коротко о главных темах этого дня. Режим ЧП в здравоохранении продлен до 15 июля. Если за ум не возьмемся все, конца ограничениям не будет. Власти призывают граждан осознать опасность. Виден свет в конце тоннеля. Мучения жителей столицы, ломающих ноги в темных переходах, не за горами. Власти муниципия серьезно взялись за ремонт подземок. Целебная дружба. Это очень большой для нас результат, потому что левая рука у нее полностью парализована. Конная полиция помогает детям с ограниченными возможностями восстановить здоровье с помощью верховой езды. Итак, чрезвычайное положение в здравоохранении продлено до 15 июля. И не исключено, что если ситуация с распространением коронавируса не придет в норму, ограничения будут действовать куда дольше. А картина вырисовывается отнюдь нерадужная. Сегодня в стране зарегистрирован 351 новый случай COVID-19 после проведения 1787 тестов. 350 случаев местной передачи, один был ввезен из Румынии. Число инфицированных в нашей стране выросло до 14 714 человек. В то же время 8 212 пациентов победили болезнь. Только за последние сутки из больницы были выписаны 193 пациента. К сожалению, борьбу с COVID проиграли 6 человек. Число погибших выросло до 490. В связи с тем, что зараженных все больше, власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения. А это значит, что все действующие до сих пор ограничения остаются в силе. Речь идет об обязательном ношении масок в общественных закрытых помещениях, а также в многолюдных местах на открытом воздухе, соблюдении расстояния в метр. Гулять в парках можно группами до трех человек, связанных между собой родством. Свадьбы, крестины, юбилеи, поминки проводить нельзя. На похоронах разрешено присутствовать только самым близким родственникам усопшего. Детские лагеря, учебно-воспитательные учреждения остаются закрытыми, как и ночные клубы. Людям старше 63 лет можно выходить на улицу только в магазин, аптеку, поликлинику. Концерты и спортивные мероприятия – табу. Прием в поликлиниках осуществляется только на основе предварительной записи. Правила проведения митингов и протестов остаются прежними – до 50 человек. Только под открытым небом, с соблюдением социальной дистанции и подробным списком участников. Экономические агенты должны соблюдать все предписанные меры безопасности. Нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Нарушение будет караться штрафами. Ограничения введены для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Между тем, еще 350 госслужащих, заразившихся коронавирусом на рабочем месте, получат от государства единовременную помощь в размере 16 тысяч леев. На эти цели правительство выделит из спецфонда 5 миллионов 600 тысяч. По данным Минфина, больше всего пособий полагается сотрудникам системы здравоохранения. Их сейчас насчитывается 320. В 18 случаях получатели – это работники Минюста. Помощь также перечислят 8 военнослужащим и 6 представителям службы государственной охраны. Напомним, правительство ежемесячно выделяет по 16 тысяч леев бюджетникам, заразившимся коронавирусом нового типа при исполнении служебных обязанностей. И в дождь, и в снег, и в жару, и в будни, и в праздники. В любую погоду и в любой день года выходят на улицы карабинеры, чтобы каждому из нас было спокойней. И без того нелегкая служба значительно осложнилась с марта, когда патрулировать стали больше, а в обязанности служивых добавилась необходимость разъяснять людям, чем они рискуют, пренебрегая мерами безопасности. Скажем прямо, не все отвечают вежливостью на заботу. Легко ли парням в форме, мы решили узнать из первых уст. Два года работает в генинспекторате карабинеров Юлиана Баби. Всякое бывало, но самыми нелегкими он считает последние несколько месяцев. Вот где пригодилась природная выдержка. И работы стало больше, и контакт с людьми налаживать сложнее. Несмотря на жаркий день, карабинеры, как обычно, на службе. Теперь она состоит не только в том, чтобы следить за порядком на улице. Разговаривают с людьми, увещевают, объясняют. Все для того, чтобы народ осознал, чем рискует. Некоторые пытаются возражать. Эти слова они повторяют десятки раз в день, вышагивают по десятку километров. И довольно часто вынуждены терпеть грубость со стороны тех, о ком по долгу службы заботятся. И больше всего ранит равнодушие, признается Юлиан. Максимализм молодых и их склонность к отрицанию еще можно понять, говорит Юлиан. Но ведь и дожившие до мудрых седин готовы жить со свету представителей правопорядка «За здорово живешь». Несмотря на такие случаи, 1200 карабинеров по всей стране продолжают убеждать граждан соблюдать все меры безопасности. Ведь только так вместе мы сможем скорее избавиться от коварного вируса, перевернувшего с ног на голову, и наше представление о мире. Вчера возобновилось автобусное сообщение с Одессой. Сегодня с Москвой. Пока речь идет только об одном рейсе. Автобус отправляется ежедневно в 9.15 северного автовокзала столицы. Однако следует помнить, попасть в «Золотоглавую» могут лишь те, у кого есть российский паспорт или вид на жительство. Об этом, а также об условиях транзита через Украину пассажиров ознакомит перед отправкой представитель фирмы-перевозчика. Билет стоит около 1000 леев. Приобрести его можно в кассах или онлайн. Транспортники сообщают, что с 27 июня запустят еще один рейс – Чедерлунга-Москва. Время отправления – 15.10. Стоимость билета – 1800 леев. Конституционный суд признал в соответствующем букве закона большую часть оспоренных оппозиционными депутатами статей закона о чрезвычайном положении. Суть претензий, что правительство якобы получило благодаря этому нормативному акту практически безграничную власть, магистры обоснованные не признали. По их мнению, ни один из принципов не был нарушен, поскольку расширенные полномочия позволили эффективно управлять кризисом, вызванным пандемией. Конституция не признает парламенту для того, чтобы ответить на существа, в элементе рейс – предупредить собственного депутата, в основном изменили, позволяйте принципи для правительства и диапаза. Причьи универсаля чрезвычайные правительства оборудов и оборудователям, в основном изменили, основном изменили и объективы, которые находятся на базе отслуживания депутата и не могут управлять непосредственности. Хранители главного закона страны обсуждали запрос более четырех часов, после чего нашли изъян лишь в одной статье административного кодекса, которая предусматривает ограничения полномочий судов. Запрос был направлен в Конституционный суд депутатами парламентской группы про Молдова и фракции ППДП. Решение окончательное и о протестовании не подлежит. В 12 районах страны местные власти назвали участки, на которых обустроят промышленные зоны. Это поможет создать рабочие места и привлечь инвестиции в регионы. С такой инициативой в прошлом году выступил президент Игорь Дадон. О том, как с тех пор приблизились к ее реализации, говорилось на посвященном этому заседании у премьер-министра. Главная тема заседания – создание 16 платформ для промзон в районах. Именно такое количество указано в программе индустриализации страны. Каждая промзона – это тысяча рабочих мест уже на этапе благоустройства. Нужны подъездные пути, благоустроенная дорожная инфраструктура, канализация, водопровод, подключение к высоковольтным сетям. Когда все это будет готово, придут инвесторы, появятся фабрики и заводы. А значит, стабильный заработок для жителей сел во всей округе. Еще в феврале президент Игорь Дадон говорил об этом с председателями районов, в которых решено создавать индустриальные оазисы. Анна Трикутенко ведет курики инициативы к фемиуме с главным спередиом в районе, сенчерпенцем в организованном районе, в платформе «Дезболтария индустриала». Мы начали с премьер-министр сел в районе. Мы начали с премьер-министр сел в районе. Мы начали с премьер-министр сел в районе коренного зона экономической лидерации. Это частый этап, но парк индустриал. За несколько месяцев местные власти определились с 12 участками, которые могут подойти до строительства таких платформ. Еще в четырех районах пока идут поиски. И премьер, и глава Кабмина поторопили чиновников. Децентрализация промпроизводства в стране – дело важное. От него зависит уровень жизни населения. И затягивать не стоит. Сейчас промышленность сконцентрирована в крупных городах. 54% производства расположено в столице и ее окрестностях. Еще 12% – в Бельцах. Больше денег на проекты по развитию сел. Министерство сельского хозяйства подписало меморандум о сотрудничестве с польским фондом «Солидарити фонд Молдова», целью которого является дальнейшая поддержка реализации подхода «Лидер в Молдове». На проекты по развитию сельской местности выделят 1.400.000 евро. В Беларуане по развитию сельского хозяйства сельского хозяйства «Лидер в Молдова». В процессе 2017-2019 были выполнены около 400 министрских проектов для этой группы. Проекты, реализуемые в рамках подхода «Лидер в Молдове», связаны с местным развитием. Начнем с того, что эта программа, также совместно финансируемая Европейским Союзом, направлена на создание инициативных групп для участия в грантовых конкурсах. За четыре года, прошедшие с момента ее запуска в нашей стране, программа доказала свою эффективность. На 2020-2021 годы финансирование со стороны Европейского Союза и правительства Польши составит 1 миллион 400 тысяч евро. Из этой суммы 800 тысяч евро будет предложено для реализации мини-проектов, еще 200 тысяч – для местных экономических агентов. Оставшаяся сумма будет потрачена на разработку непосредственно самого проекта. Европейские официальные лица также приветствовали шаги предпринятые молдавскими властями для поддержки инициативы. Парламент недавно принял несколько изменений в законодательство, которые обеспечивают программу «Лидер» ежегодным финансированием в размере 5% из фонда субвенции. На сегодняшний день создано около 30 местных инициативных групп, которые благодаря грантам осуществляют мини-проекты в более чем двух сотнях сельских населенных пунктах страны. Дождались жители столичного сектора Рыжкановка. Скоро смогут пользоваться современными, а главное – безопасными пешеходными переходами. Работа кипит на улице Олегу Руссо. Уже в июле этот район будет не узнать, уверяют столичные власти. Те, кто часто переходит улицу через этот подземный переход, говорят, что состояние его удручающее. А спускаясь по лестнице, вы должны быть очень внимательны, чтобы не оступиться и не упасть. Это неудобно, страшно. В моем возрасте лучше из дома не выходить. Вот человек идет, что ему удобно здесь ходить? Нет, конечно. Власти заявляют, что проект реконструкции соответствует всем современным стандартам. А киоски, которыми ранее был забит переход, на прежние места не вернутся. Теперь он будет предназначен только для пешеходов, не для торговцев. Влад Мельник говорит, что стены перехода больше не будут изобиловать надписями, а лестница перестанет быть головной болью, впрочем, как и освещение. Люди больше не будут спускаться в подземку со страхом. Новость о том, что здесь будут изменения, очень обрадовала жителей. Дай бог, я бы только была рада. И мамам удобно, и старым людям. Поэтому это будет хорошо. Стоимость проекта реконструкции составляет около 120 тысяч евро. Отметим, что в секторе Рыжкановка ремонтируют еще один подземный переход у цирка. Троллейбусных маршрутов в столице станет больше. Об этом заявил заместитель мэра Виктор Керонда. По словам чиновника, новую линию проложат по улице Колумна в периметре улиц Банелеско-Бедони и Василий Александрий. Керонда пояснил, что это поможет уменьшить поток транспорта на соседних городских артериях в те моменты, когда движение на бульваре Штефана Челмаре останавливается. В мэрии считают, что новый маршрут станет спасением для общественного транспорта в те моменты, когда главный бульвар столицы будет заблокирован, а соседние улицы будут утопать в заторах. В настоящее время транспорт в столице в случае необходимости перенаправляют на улицу Букурешть. Новый скандал разгорается вокруг строительства заправки в парковой зоне на Рыжкановке. Неподалеку расположены лицей, руководство которого всеми силами пытается помешать появлению АЗС вблизи учебного заведения. Городоначальник пообещал, что не допустит строительство заправки в такой зоне. Новую автозаправку пытаются построить в столице на пересечении улиц Николая Димой-Студенческой на Рыжкановке. Проблема появилась не вчера. Уже много лет экономический агент спорит по этому поводу с муниципальными властями. Этот участок земли был приватизирован в 2016 году. Мэрия Кишинева проиграла в суде и ее обязали предоставить необходимые разрешения. Приятар Чикан говорит, что экономический агент приступил к строительным работам сразу после получения решения суда. Сейчас там установили временное ограждение. Администрация лицея, расположенного неподалеку, сразу пожаловалась властям. Субтитры предоставил, где мы идем, из-за дирекции «Эдукация и тенера и спорт» в секторе Рыжкан, в том, что в дальнейшем секторе «Агент» находится и Лицеус Герман-Вальдорф. И, после нормы, которые существуют в нас, не позволяет «Агент» университет, прескола или школа, чтобы быть распространена в мизерии. Руководство лицея уверено, что появление АЗС – это повышенный риск и призывает в срочном порядке принять соответствующие меры. Муниципалитет согласен. Там утверждает, что приложат все усилия, чтобы стройку остановить. Погналитет за сформулирую «Эду» и зона парка, чтобы обеззнание. Мажды, мать, мы увидим, что кто-то в парк центральный, мы увидим, что мы будем революция от инстанции директора, от одного директора, который, не знаю, с автором Аргентин сегодня, и давайте строим место кафедры, не знаю, что. То есть, не интересно, это не так. Давайте посмотрим, что может быть соблюдением. Не раз столичные власти говорили о том, что в городе слишком много заправок по сравнению с населением. У нас в 140 АЗС приходится на 800 тысяч жителей Кишинева. Для примера, в Одессе, где проживает более миллиона человек, количество заправок примерно такое же. Сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня подписания в 1990 году депутатами Верховного Совета Молдавской ССР декларации о суверенитете. По этому случаю руководство страны выступило с поздравительными посланиями. Глава государства в своем сообщении в соцсети написал, что сегодня исполняется и ровно три с половиной года с тех пор, как он принял присягу в качестве президента. По его словам, декларация является обязательным условием существования молдавской государственности. А дни и годы суверенитета и независимости современного молдавского государства должны отчитываться именно с 23 июня 1990 года. Но после трех десятилетий суверенитета нашей стране нужен ряд новых подходов во внутренней и внешней политике. Молдове нужны очень твердые руководящие принципы, чтобы исправить ущерб нанесенной олигархии. Я охарактеризовал эти четыре подхода или тезиса баланс, характер, ответственность и наши ценности, написал Игорь Дадон. С этим согласны многие граждане страны. Чтобы мы были свободны, чтобы не было у нас всяких коррупций, чтобы не были мы зависимы от судей, чтобы не были мы зависимы от чиновников, чтобы мы были свободны. Вот это, наверное, еще важнее. Я говорю, что не было по-румнею, не было по-румнею, не было с фимной партии. Это академик, и нас фим, да, но, что, сфит. Разбираемся между востоком и западом и так далее. Ну, правильно Дадон говорит, и надо и с теми, и всеми дружить. Председатель парламента Зинаида Гречаной также выразила благодарность тем, кто 30 лет назад принял декларацию о суверенитете. В этом документе признаются права на свободу, процветание, историю, культуру и социальную стабильность. Декларация о суверенитете была основой разработки Конституции и первым шагом к установлению демократической власти, написала в соцсетях спикер законодательного органа. Сфи, омень, либерс, сфи, демократия, сфи, либертати, чинка мы требуем. Мы должны такую уникальную позицию соблюдать, со всеми дружить. И если у нас это получится, то вот какая-то такая суверенность будет в этом. Поздравил граждан Молдовы с днем суверенитета и премьер-министр Ион Кику. Глава исполнительной власти заявил, что мы должны отложить в сторону все, что нас разделяет, и объединиться, чтобы восстановить и повысить уровень жизни в Молдове. «Я верю в нашу мудрость, унаследованную от родителей, бабушек и дедушек», написал премьер. Декларация о суверенитете была первым документом, определяющим унитарный и неделимый статус Республики Молдова. Именно этот документ послужил основой для Декларации о независимости, утвержденной 27 августа 1991 года, а также будущей Конституции Республики Молдова 1994 года. Бричанские и Единицкие районы могут пострадать от наводнений, метеорологи объявили оранжевый код опасности в пойме реки Прут, которая может выйти из берегов из-за обильных осадков. В ближайшие дни дожди не прекратятся. Некоторые участки земли уже затоплены. Под воду может уйти и железнодорожное полотно в селах Криво, Дрипкаутс и Лепканы. Предупреждение объявлено сегодня днем и будет действовать до 3 июля. На следующей неделе гидрологи ожидают подъема уровня воды в реке Прут в районе населенных пунктов Криво и Костешты более чем на 2 метра. В этих условиях специалисты предупреждают об опасности прорыва защитных дамб. Напомним, на реке Прут и в других регионах действует желтый код метеоопасности в связи с наводнениями. Кроме того, существует риск выхода воды из русла Днестра в таких районах, как Окница, Сорока, Флорешты, Шалдонешты и Резина. И в Румынии до полудня завтрашнего дня по всей стране действует гидрологическое предупреждение «Красный код» в связи с наводнениями. А Национальная Метеорологическая Администрация соседней страны объявила на сегодня оранжевый код «Штормовое предупреждение». Только вчера от наводнения пострадали 90 населенных пунктов в 19 уездах Румынии. В ближайшие дни новости не радуют. Проливные дожди продолжатся. По данным румынских спасателей сотни домов были затоплены. Одну женщину унесло потоками воды. А еще десятки людей были эвакуированы из своих затопленных домов. Пожарные откачали воду в 171 доме, в 286 дворах, в 98 подвалах. В уезде Алва спасатели эвакуировали из дома целую семью двоих взрослых и 9-месячного малыша. А в уезде в Ослое все еще разыскивают 75-летнюю женщину. 33-летний житель Ширеуц Бричанского района утонул в озере недалеко от родного села. По свидетельству очевидцев, мужчина решил искупаться, чтобы освежиться, но из воды больше не вышел. Трагедия произошла накануне вечером, но тело несчастного спасатели нашли только сегодня. Когда получили вызов, поисковую операцию прервал проливной дождь. Точную причину смерти определят судмедэксперты. В воде закончил свою жизнь и 42-летний житель села Попешти-Дежос Дрокиевского района. Два дня назад он вышел из дома и не вернулся. Отчаявшиеся родственники все это время искали его где только могли. Нашел мужчину случайный прохожий. Он увидел его бездыханное тело в колодце и тут же вызвал полицию. Следов насильственной смерти не обнаружено. Вероятнее всего речь о несчастном случае. Погибший был женат. Сиротой остался ребенок. Серьезная авария произошла вчера вечером на пересечении улиц Пандурилор и Сармидидиджитуса в столичном районе Ботаника. Водитель иномарки потерял контроль над автомобилем и вылетел на обочину. В результате машина повалила дерево и перевернулась. Подробности в нашем обзоре происшествий. Наталья Статия пресс-секретарь столичной полиции заявила, что звонок на пульт поступил около 20.00 и на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и врачи. Водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются. Между тем поврежденный автомобиль уже выставлен на продажу на сайте объявлений. Накануне помощь спасателей потребовалась на юге страны жителям города Вулканешты. По данным ГИЧС во время проведения работ по сносу старого здания рухнула стена. Несчастный застрял под обломками. На место происшествия выехал экипаж спасателей Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, который определил, что ноги 43-летнего мужчины застряли под бетонными плитами. В результате инцидента он получил различные травмы нижних конечностей и был срочно доставлен в районную больницу для последующей медицинской помощи. В течение последних 24-х часов помощь спасателей и пожарных потребовалась в 41-й чрезвычайной ситуации. Этим утром экипаж Смурт из Санжирей доставил в Кишинев 55-летнего мужчину, получившего серьезные травмы. Пациента забрали из местной больницы и благополучно доставили в столицу. Вертолет приземлился на стадионе «Динамо», откуда мужчину перевезли на спецавтомобиле «Авиасан» в Институт скорой медицинской помощи. По данным ГИЧС, это девятая по счету воздушная операция, проведенная экипажем Смурт с начала года. Офицеры СИП совместно с сотрудниками антикоррупционной прокуратуры задержали работника инспектората полиции Сорок, которого подозревают в извлечении выгоды из влияния. В результате обыска у него было обнаружено 10 тысяч леев. Согласно материалам, взятка была получена от подозреваемого в краже гражданина после того, как полицейский пообещал посодействовать в смягчении приговора. Мужчину поместили в изолятор на 72 часа. Теперь ему самому грозит уголовное наказание. 29-летний житель столицы был задержан за совершение кражи со взломом. Подозреваемый в период с 21 по 26 мая вынес из съемной пострадавшая сторона оценила нанесенный ущерб в 6100 леев. Парня привлекают к ответственности не первый раз. Ранее он уже попадался в руки правоохранителей за аналогичную схему. Возбуждено уголовное дело. Теперь воришке грозит штраф до 67 тысяч леев, неоплачиваемая общественная работа до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет. Сотрудники управления по расследованию преступлений в сфере информационных технологий зарегистрировали незаконную онлайн-торговлю бытовой химии и средствами личной гигиены. Все товары были поддельными и производились в подпольной лаборатории в столице под видом известных брендов, подозреваемым от 28 до 45 лет. В ходе обысков в транспортных средствах, на складах и производственных участках полиция обнаружила 83 контейнера по 5 литров каждый, заполненных синей жидкостью, и более 50 комплектов наклеек, на которых были напечатаны словесные логотипы известных торговых марок. Товары были изъяты и теперь подлежат проверке с целью определения размера ущерба, причиненного владельцем торговых марок. Следствие продолжается. Хотел пересечь таможню с липовыми правами. Водительское удостоверение было найдено в личном багаже. Пограничники КПП Джорджулешт и Галат задержали уроженца Кагула, который признался, что намеревался ездить по поддельному документу за пределами Молдовы. Конечным пунктом его маршрута была Эстония. Молодой человек признался, что заплатил за водительское удостоверение времени закончить автошколу. Теперь нарушителю грозит штраф до 650 условных единиц или неоплачиваемая работа на благо общества до 200 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет. Несмотря на удары судьбы, оказались на коне. Сотрудники кавалерийского батальона полиции организуют уроки верховой езды для детей с ограниченными возможностями. Не развлечения ради, хотя и это немаловажно для ребят, редко покидающих стены своего дома. Эти занятия для них своего рода терапия, а результаты впечатляют. Из-за пандемии практику пришлось приостановить, но спустя несколько месяцев в седло снова садятся два юных всадника, которые благодаря полицейским и лошадям сделали свои первые шаги. 19-летняя Анастасия частично парализована с рождения. Сейчас этого и не скажешь. Девушка уверенно держится в седле и всего после двух месяцев знакомства с белоснежным дичебалом научилась самостоятельно ходить и владеть руками настолько, что ей удается помогать маме по дому. Для Ирины Столяровой преображение, произошедшее с дочерью, всего за 10 занятий сродни чуду. У нее улучшилась осанка, она выпрямила спинку, у нее улучшилась моторика в руках, у нее руки очень мало чего могут делать. Благодаря лечебной физкультуре на лошади она научилась лучше одеваться, какие-то домашние дела уже можно ей небольшие поручить. Это очень большой для нас результат, потому что левая рука у нее полностью парализована. Всего два месяца занятий и такой прогресс. Как только не пытались поставить Настю на ноги за эти годы. Бесконечная вереница врачей, больниц, массажи. Но Настя была фактически прикована к постели. Ходила только если ее держали. Руки не слушались. Она встает с постели, у нее появился тонус в мышцах ног, и она может уже сама и держать равновесие, и сама из комнаты в комнату прийти. Утро Настюша начинается с того сейчас, что она просыпается, и в постели начинает разминку рук, и показывает, что мама, давай делать зарядку специальную. Маленький Марк родился с ДЦП. Четыре года с самого появления на свет ребенок живет на таблетках. И никакого улучшения. Несколько коротких уроков верховой езды и малыша не узнать. Суммем очень благодарны. Однажды мы увидели результаты. Больше всего мы очень много медицинских 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 для того, чтобы dormir, потому что он очень пленит и не спит в ночь. Теперь он очень хорошо спит. В первую очередь, он будет более relaxать. Он держит более хорошо и в голове, и в мануце, и в руках, и в руках, если он не держит, он теперь держит более хорошо. Мы пытаемся сделать пасы, и я его держу, и он сделает пасы. Идея использования верховых лошадей для помощи больным детям, наши полицейские посмотрели у своих коллег из Германии. Говорят, для Молдова это пока в новинку, но результаты налицо. И они готовы помочь большему числу ребят. Профилактические занятия проводятся дважды в неделю и длятся по полчаса. Нынешним летом все учителя научатся ловко управляться с компьютерами. Национальную программу обучения преподавателей запускает Министерство образования. Ее участниками станут все те, кто испытывал трудности преподавания онлайн в период пандемии, а также учителя, которые в отсутствии необходимой техники и вовсе не могли проводить уроки. Дистанционное обучение обычное дело для учителей стран Запада, но практически неподъемная ноша для некоторых из нашей страны. Мартовский карантин как снег на голову упал на преподавателей, многие из которых и мышку-то в руках держали несколько раз в жизни. Вот и оказались за бортом в тот самый момент когда вся страна перешла на дистанционное образование. Мы обучили для органов специалистов в доме учебного еще раз очень очевидно номинал номер профессора который не является импликатором и причем. Те у кого нет компьютера или ноутбука смогут обратиться в свое учебное заведение и взять технику в аренду как это делается с книгами библиотеки. В каком формате уроки начнутся в сентябре пока неизвестно однако это верный шаг подстраховаться говорят в министерстве. Компьютерные курсы для учителей со всей страны пройдут в несколько этапов с 15 июля по 15 августа. Для остальных онлайн уроки будут проводиться в так называемых классах будущего которых в стране 38. Один из них находится в Новых Аненах в лицее имени Михаи Менеску где учится почти тысяча школьников. Хотя учебное заведение оснащено практически по последнему слову техники здесь есть 4 интерактивные доски в выходные проводятся уроки робототехники для всех желающих а компьютерный класс активно используется как учениками так и преподавателями лицея кому-то к новым методам преподавания было адаптироваться непросто. Но есть такая народная мудрость век живи век учись и понявшие пробелы в своем образовании готовы сесть за парты пусть и виртуальные. Веки у нас была очень интересная ситуация. Я делал лекции в чьеме онлайн. Как вы были? В начале было фрикой. В начале было нескольких. В Zoom-то было нескольких. Но, в начале мысли, в начале, в начале информации, В первую неделю, у них были какие-то проблемы с профессорами, из-за техники, например, или нет интернета, но после первой недели, все профессори были сомнены. Почему было явно на порядок проще других? Это учительам информатики. Тут-то знания Ворда, более сложных программ и просто базовых навыков влазения компьютером были как нельзя кстати. Для них во главу угла стал другой фактор – человеческий. Для меня это было сложно. Мы не видим какие-то копии их в лекции. Мы получили фидбэк. Мы получили проблему, получили объективы. Мы получили, что мы получили, что мы получили, и с помощью камеры. Это было бы мне очень много. В начале я не conectал камеры, но они не нужны. В целом, я не могу им нужна контакт. И в целом, у меня взяли в гости, «По мне, профессори, можете, пожалуйста, я подключить камеры?» «По мне, они, я конечные, я конечные». Я не сказал, что благодарна и счастлива, что есть профессор и есть вместе. Курсы повышения компьютерной грамотности пройдут для преподавателей школ, лицеев и профтехучилищ со всей страны. Арбат переехал. Известная в столице торговая точка по продаже картин, изделия ручной работы, бижутерии и аксессуаров для дома поменяла свою локацию. Мини-рынок, располагавшийся в сквере театра Михаила Менеску, теперь переместили на аллею ниже кафедрального собора. Торговцы обживаются на новом месте и считают, что все не так плохо. Раньше вы рисовали возле театра Менеску, сейчас на новом месте. Как вам? Здесь мне больше нравится, потому что у меня здесь больше места. У нас еще сократили, мы работали, в смысле те, которые на первом плане были, не перешли на второй план, а я был как раз на втором. И все потеснились. У художника Изунген Сергея Цугули и карандаш всегда заточен, и энтузиазма работать хоть отбавляй. 30 лет за Мольбертом – это вам не шутки. Последние годы работал на так называемом Арбате. Ловил туристов, как говорится, на живца, в считанные минуты выдавая им карандашный портрет. Перемену места воспринял положительно. Новое место – новые надежды. А пока с туристами не густо, решил размять руку и нарисовать портрет нашего корреспондента, в то время как она мучает его каверзными вопросами. Как и положено человеку искусства, Сергей оказался философом. Каждый человек, он характерный, интересен сам по себе. Если ты смог выразить что-то его личное, там, допустим, его характер, это уже плюс. Что вам больше всего нравится рисовать? Мне нравится дружеский шарж. Больше. Мне нравится, потому что они более артистичные, они более выразительные. Шарж в переводе с французского – изменение лица. То есть там, своего рода, немного изменяется лицо, для того, чтобы выразить его больший характер. Ну, или глаза увеличиваются, или нос. Ну что, похоже? И ведь действительно схожесть есть. Портрет у Сергея можно заказать за 200 леев. И хотя очередь пока за картинами не выстраивается, шанс есть. Ведь прохожих, желающих насладиться эстетикой, уже немало. Почему нет парк? Много народа. И красота, она всегда рада глазу. Теперь этой пешеходной зоне больше подошло бы название «Аллеи искусств». Десятки художников разместили здесь свои натюрморты, пейзажи, картины маслом, портреты и автопортреты. На новом месте новые правила. Продавать свои труды отныне могут только те, кто сам их нарисовал. Перекупщикам здесь не место. Художники сами пишут и товарищи по ремеслу продвигают. Наши, народные, старые археи. Это друг мой пишет городские пейзажи. Сколько стоит одна картина? Ну по-разному. Тут еще можно и договориться. Пока место не разрекламировано, есть шанс купить картину с приятной скидкой. Цены разные. От 150 леев до 2000 за крупную работу. Но место пока малоизвестное. Оттого есть и недовольные тем, что пришлось переехать. Конечно, кто захочет терять лакомый кусочек в самом центре столицы. Но и там были свои минусы. Там действительно были стенды неравномерные, согнутые. Там бомжи. После обеда приходили эти шахматисты и устраивали туалеты. Здесь художники всего второй день. А территорию и местные власти выделили на месяц. Если работа пойдет, переедут насовсем. Бывает, что приходят и забирают сразу все картинки. А вот здесь, на новой локации, как идет? Это надо еще делать вывод, это надо еще постоять. Потому что время показывает. Люди подходили вчера. Ну ребенок подходит. Папа, шиасты, шиасты, шиасты. Детям все нравится. А с роста, говорят, будут деньги, подойдем. Тем временем в сквере театра Михаила Менеску и след когда-то десятка наставленных друг на друга столов простыл. На эту территорию у местных властей другие виды. Работы по преображению этой зоны начнутся в ближайшее время. Готовый результат можно будет увидеть через несколько месяцев. А на сегодня это все. С новостями «Первый в Молдове» вернется завтра. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова